С приходом весны в городе полным ходом ведутся работы по ямочному ремонту. В смену выходит несколько бригад по четыре человека. В помощь сотрудникам ДЭПа – два новых рециклера асфальтобетона. У мобильной установки делают литую смесь при температуре 160-200 градусов. После горячим материалом устраняют недостатки. Уже сделано больше 1100 квадратных метров. «Видёт около четырёх часов подготовка смеси, и потом примерно столько же времени идёт укладка. Грузоподъёмность – 3200 килограмм, в смену порядка 15-16 квадратных метров асфальтобетона можно произвести литого». Гагарина, Комсомольская, Пролетарская, Октябрьская, Ковзина, Садовая, Социалистическая, Дзержинского, Батова, Карла Маркса и Ченгарская. Такой план на 2023-й. Здесь специалисты заменят асфальт, а на Урицкого и Минской продолжат ремонт тротуаров. Уже ведутся работы по грядированию грунтовых дорог. Их в городе почти 200 километров. «При благоприятных погодных условиях мы производим профилирование проезжей части в частном секторе грунтовых дорог. После зимы, чтобы не было я. В 2021 году была приобретена техника, два новых грейдера. На сегодняшний день в предприятии три грейдера. Они работают согласно графику». При температуре от плюс пяти на улице выезжают «Магистраль» и «Бродвей». Машины убирают дороги после зимы. В ход идёт листова, мусор и песок. Заправляют технику водой. Так образуется меньше пыли. «Благодаря этим машинам у нас становится в городе намного чище. Кузов заполнился полностью. Машина возвращается назад, выгружается и заново выходит на рабочее место». Хорошие дороги – имидж страны. Поддерживать транспортные артерии в надлежащем состоянии, особенно в климате с резкими перепадами температуры – задача и трудная, и дорогостоящая. Но она с повесткой дня не снимается и находится на постоянном контроле главы государства. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.